Правда ли, что вирус не хочет причинять смерть? Не считая людей, ни одно другое существо не хочет разрушать свою среду обитания. Так делает только человек. Он делает это не по своему намерению, просто неосознанно. Точно так же вирус делает это неосознанно. Он хочет жить у вас внутри, но его деятельность чересчур активна, и мы с вами можем от этого умереть. Итак, что такое патогены? Будь то бактерии или вирусы, есть много разновидностей. Например, коронавирус. Он довольно долго жил в организме животных, не убивая их. Теперь он перепрыгнул на человека и продолжает делать все то же самое, что делал внутри какого-то другого животного. Но мы не выдерживаем и ломаемся. В настоящее время так же было четко установлено, что большинство людей, чья иммунная система находится в хорошем состоянии, выздоравливают. Но те, у кого ослаблена иммунная система, к сожалению, становятся жертвами. Это просто значит, что вирус хочет жить, но он живет настолько агрессивно, что мы можем умереть. Многие ученые говорят об этом, что большинство вирусов и бактерий, которые проникают в наш организм, который сейчас там находится, они во многом помогают нашему жизненному процессу. Они вредят ему. Когда-то они могли быть довольно опасными, но они понимают, что если будут так существовать, то они разрушат свое место обитания. Поэтому через какое-то время они мутируют в легкую, безопасную форму и учатся жить с нами. Они вполне комфортно сосуществовали с другими животными. Животные, в свою очередь, выживали, сосуществуя с ними. Такова природа жизни. Одно существует внутри другого, одно внутри другого. Столько разных форм жизни. Триллионы форм жизни обитают внутри друг друга. И мы точно так же. В данный момент триллионы бактерий и вирусов живут вот здесь. Но у нас нет симптомов туберкулеза, потому что мы научились жить с этой бактерией. Они научились жить с нами. Они знают, что если они будут жить слишком агрессивно, как мы живем сейчас на этой планете, они знают, что они исчезнут. Они потеряют свою среду обитания. Поэтому они будут мутировать, чтобы стать более мягкой формой жизни. Это не какая-то новая наука. Мы всегда знали об этом. По крайней мере, в последние сто лет это знание присутствовало. Вы должны понять, что природу того, что вы называете Шивой, устраивает вирус. Это похоже на правосудие Лао Цзи. Если вирусы говорят, Шива, мы хотим танцевать по всей планете, он говорит, всего хорошего, я с вами. Если вы пойдете и скажете, Шива, мы действительно хотим жить хорошо, он говорит, всего хорошего, я с вами. Потому что он живет с жизнью. Вам нужно понять, что вирус – это тоже жизнь. Он ведет себя сейчас очень проворно. Похоже, говорят ученые, что он уже мутировал в 10 различных видов. Так что даже если будет создана вакцина, только один вид может уйти. Остальные 9 останутся. Эти 9 могут стать 9 устами. Кто знает. Так что если они действительно такие умные, я думаю, он благословит их. Потому что они тоже жизнь. Вы думаете, что только вы – это жизнь? Это большая ошибка. Они тоже жизнь. Но наша жизнь драгоценна для нас. Мы хотим жить. Они тоже хотят жить. Давайте предположим, что это от летучей мыши. И если бы вы были так же сильны, как летучая мышь, никаких проблем с вирусом не возникло бы. Сейчас проблема заключается в том, что мы все еще не приспособлены к работе со всеми живыми микроорганизмами. Это может повлиять на нас. Многих из них мы уже освоили внутри себя. Некоторых нет. Шива не будет различать. Он хозяин всей жизни. Так что он не будет различать между вами и вирусом, просто потому, что он меньше, а вы больше. Это было бы нечестно, не так ли? Просто потому, что вы немного больше, а он маленький. Так что вам лучше привести свои мозги в порядок и справиться с этим ответственно, и победить проклятый вирус. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok